Дмитрий Марков Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Хотелось бы сначала поговорить о олимпийских играх именно. Какое вот ваше мнение о спортсменах, через которые трудности им пришлось пройти? Может, что-то пожелать им хотите? Ну, смотрите, олимпийские игры – это пик готовности любого спортсмена. Это пик мечтания. То есть каждый спортсмен готовится. И вся та обстановка, атмосфера, которая была создана, искусственно, я считаю, перед олимпийскими играми, она, конечно, не повлияла положительно с точки зрения психологической подготовки спортсменов. Спортсмены все равно продолжали готовиться, несмотря на что. Есть такая хорошая поговорка в русском языке – «Все, что нас не убивает, то делает нас сильнее». Я думаю, что выйдя из этой ситуации, спортсмены станут сильнее только. Но мы видим с вами уже, да, сейчас вот по итогам первых дней Олимпиады, у нас и золотые медали уже есть, и много серебра, бронзы. Я думаю, что олимпийская сборная достойно выступит на этих соревнованиях. Пожелаем, кстати, удачи всем остальным спортсменам, несмотря на все передряги, все-таки показать свой высший результат в конкретный день, в конкретный час. А вот вы хотелось бы узнать, а какой именно вам спорт больше нравится из летних Олимпийских игр? За какой-нибудь, может, болейте спортсмена? Знаете, я по роду своей деятельности, я тоже занимаюсь спортом, мне ближе циклические виды спорта. Велосипед, ну, если про летние виды говорить, это велосипед, грибли, легкая атлетика, плавание. Я вот сейчас с удовольствием посмотрел велосипедную гонку шоссейников, за плаванием наблюдаю. За легкой атлетикой буду смотреть, наблюдаю, вне зависимости от того, будут наши спортсмены участвовать или нет, потому что окончательного решения еще нет. Все возможно, что и наши будут там участвовать. Конечно, если не было, то буду болеть за них. Вот. Но что интересно, я для себя открыл, вот буквально в выходные дни просматривал трансляции с Олимпийских игр, я для себя открыл интерес, вот очень интересно смотреть соревнования по пулевой стрельбе, по стрельбе из лука. Они стали динамичными. Ну, то есть федерации наверняка приняли определенные решения, чтобы картинка соревнований была интереснее. И смотреть интересно. Мне было интересно смотреть. А вот. А спортсменке из Архангельска, вот что можете рассказать? Ну, я не знаком с ней лично, но уже один тот факт, что спортсмен пробился, добился возможности участвовать в Олимпийских играх, это уже огромный результат. А здесь спортсменка прошла в финал Олимпийских игр, боролась в финале. Вот я говорю, мы с вами ее видели, я лично видел, я за нее болел, переживал. Если было видно, там совершила одну ошибку, вполне вероятно могла бороться за призовое место. Но, тем не менее, это уже высокие результаты. Ну, достойное выступление. А вот о нашем Олимпийском призере Ануфриеве Александре Александровиче можете что-нибудь рассказать? Ну, так скажем, дела давно минувших дней, но, тем не менее, это наша история, наша гордость. Александр Ануфриев призер Олимпийских игр 1952 года в Хестинке. Бронзовый призер на дистанции 200 тысяч метров. На самом деле он, конечно, уроженец республики Коми, долгое время выступал в Нижегородской области, а последние годы жизни он просто прожил у нас в округе. Мы чтим его память. Регулярно проходят соревнования в честь Александра Ануфриева. Пробег на 10 тысяч метров у нас проходит в сентябре месяце, как правило. А вот сейчас, на данный момент, можно воспитать в Наринмаре, допустим, Олимпийского чемпиона? В Наринмаре, я думаю, воспитать нельзя. Можно создать условия для подготовки молодых спортсменов, которые пройдут здесь определенную подготовку. Тренеры наши заложат в них определенный фундамент. И в дальнейшем, уже повышая свое мастерство в центрах спортивной подготовки, сборной команды России вполне возможно. Мы, кстати, теперь пытаемся создать такую структуру, где мы сможем готовить спортсменов по призме того, можем ли мы у себя подготовить олимпийских чемпионов. Немножко я продолжу тему про резерв олимпийский. У нас есть очень серьезный спортсмен. Я уже неоднократно про него говорил. Это лыжник Александр Тетерентьев. Он включен сейчас у нас в списке кандидатов с выборной команды Российской Федерации. По своей возрастной группе списки утверждены Минспортом. Но если вот для сравнения, то есть про Архангельскую область мы тоже говорили, в Архангельской области тоже всего один человек включен в эти списки. То есть вы понимаете, уровень очень высокий. И мы обязательно будем вкладываться в таких спортсменов. Это вот тоже про наши планы. Раз уж перешли к спорту, высших достижений. Здесь каковы акцент? Здесь акцент у нас все-таки... Мы уже эту тактику применили в текущем году. И в следующем тоже будем применять. Мы делаем акцент на тех спортсменов, кто потенциально может показать высокий результат. Это высокий результат первенства в чемпионат России. Призовые места. Или же выполнение нормативов мастера спорта. Мы сюда обязательно будем вкладываться и бюджетными средствами, и внебюджетными средствами. Об Александре Терентьеве что рассказать? Какие у него заслуги уже? Вот смотрите, юноша 99-го года. Сколько ему сейчас? 17 лет исполнилось недавно, да? Он выполнил норматив мастера спорта в этом году уже. Там, правда, есть один нюанс, присвоят или нет. Потому что звание мастера спорта присваивается с 17 лет. Он выполнил его в 16. Мы документы послали Минспорта, как там посмотрят на них. Александр победитель Северо-Западного федерального округа, первенство в своей возрастной группе. Третий папиризер чемпионата Северо-Западного федерального округа среди взрослых спортсменов. То есть он соревновался уже с признанными мастерами. Но это как бы результаты текущие. У него очень большой потенциал. Мы все-таки надеемся, что нам удастся вырастить на нашем округе спортсмены очень высокого класса. И поэтому внимание уделяем большое этому. Спасибо, Игорь Павлович. На данный момент в копилке нашей сборной на Олимпийских играх уже есть пять медалей. Золото нашей стране принес дзюдоист Беслан Мудранов. Два серебря наши спортсмены завоевали в стрельбе из пневматического пистолета и стрельбе из лука. Две бронзы выиграли в фехтовании дзюдо. Это была программа «Спорт 100» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин